Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Че это ты воруешь-то? Вот на шухере здесь сижу. Украли уже. Ну я пошел. Эй, эй, а ну погоди! Стой! Самарские дворники такой ситуации не допустят. Они и улицу подметут, и преступников вовремя сдадут куда следует. За 16 лет работы, признается Любовь Косинова, ей впервые пришлось задерживать воров. На прошлой неделе она была свидетельницей ограбления. Молчать не стала, позвонила в полицию. Участковый приехал, мы сели на машину с ним и стали объезжать, в общем, искать их везде. Где стройдом? Магазин. Там стоял железный вагончик. Из этого вагончика вышли двое, которые грабили. Вот прям по горячим следам поймали. Пойманные воришки уже были судимы. Впрочем, Любовь Косинова не единственная, кто оказался свидетелем ситуации. Еще четверо самарских дворников проявили бдительность, и вот теперь награда нашла героев. Дворник – профессия рабочая, поэтому и подарки им нужны практичные. Не какая-нибудь там медаль, которую на стену повесил и забыл. А вот термос. Улицу подмел, чай попил. Красота. Подарки героям вручили в торжественной обстановке. На каждом именном памятном термосе есть гравировка за мужество и активную гражданскую позицию. На самом деле не распространяется на них задержание и выявление преступников. Могли бы просто-напросто отвернуться, и как будто ничего не было. Нет, они повели себя совершенно противоположно и помогли по горячим следам раскрыть данное преступление, за что им огромное спасибо. Для нас это необходимо, потому что основная работа нашей деятельности – это работа с населением. Чем больше будет у нас информации, тем будет лучше порядок на территории вообще Самарской области и вообще России. Почивать на лаврах дворникам некогда. Все-таки месячник по благоустройству в разгаре. Все подразделения управляющей компании трудятся в усиленном режиме. Нужно привести в порядок все дворы и улицы до 1 мая. Поэтому после награждения дворники снова на боевом посту. И бдительности не теряют. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.